Следующая тема, она звучит так, я показывал несколько вам, еще покажу писем, письма жуткие, все вот эти трещины приказано замазать, но не просто замазать, начали вычистить их, знаете, что не знают все эти люди, они полезли в учителя, почему, потому что это кажется так просто, ну такое ясно, что вот эта вот кора лопнула и вылезли раны, я это называю то же самое, как сбрасывать старую кожу или как там линяет змея, то же самое, это самый нормальный физиологический процесс, и самое здоровое, здесь даже не вот эта кора, она действительно уже старая, она плохо пишет, вот эта молодая кора, это не раны, это молодая кора, не сметь, не трогать, не подходить ни в коем случае, вот что все должны знать, по-новому, все как всегда наоборот, потому что им так кажется просто, сейчас начнем бороться, публикации сотни тысячи, вот это все угроби деревья, вот и ниже, вот, я специально, пусть когда-то, ну сто лет назад, я показывал эти две фотографии, что здесь вы видите, вы видите, на берегу Несея, достаточно климате таком, относительно теплым, туда, до речки 50 метров, незамерзающей, вот, обыкновенная сосна, причем они все такие, вот пожалуйста, вот пожалуйста, видите, и получилось то же самое, старая кора, дерево продолжает расти, она разрастается, и вот это вот как раз и есть молодая кора, кора, вот я писаю себе, что скребки в каждом, вы сказали, вы все лесники, дурью не маетесь, не бездельничайте, начинайте вот эту старую кору сдирать, лесники посмотрели бы как на идиота, тому, кто это, еще бы морду набили, согласны? В лесу это все не тронуто, в лесу это абсолютно нормально, абсолютно, и все-таки приглядитесь вот к старой коре и к молодой, пусть привыкательные глаза, а здесь, казалось бы, уже настоящая рана, кора лопнула, настоящая рана, что берем скребок, а, лесникам, они не за морду набьют, а вам, учителям, тоже бы надо морду набить, смотрите дальше, вот это очень-очень старое дерево, приходит пора, они покрываются вот такими ранами, вы же видите, что вы видите, вы видите грибы, вы видите мух, вы видите решание, все в комплекте, это нормальное состояние дерева, которое прожило, ну, лет, где он его взял, вот, и считать, что это дихорос, скорее всего, да, если это яблони, не похоже, на грушу не похоже, или похоже на все подряд, потому что старое-старое дерево, такой, что ты рано разошеляешь, а? Кто тебя просил, вот это вот, случайно, это, агроторг, вот, вот это вот, фирма, которая, учит нас, кто тебя просил рану расширять, кто тебя просил коричье дерево, оно и так старое, подходить к нему нельзя, представляете, он сейчас лечить будет, когда мы переучим, вот это вот, и что здесь написано, трещины у дерева, зачистить ее до здоровых тканей, должны остаться, знаете, почему-то трое-то все, а все, не учить всякой ерунде, чепухе, зачистить до здоровых тканей, посмотрели на эти диетизмы, натуральный, стопроцентный, ведь они сами считают, что так надо, это мой сад, когда старая кора лопнула, произошло следующее, вот эта совершенно молодая, в которой нельзя подходить, то же самое, древесина, или как ее назвать, все, вылеченное дерево полностью, у нее действительно она лопнула, естественно, что я ничего ей не делал, не подходил, вот она теперь стала такой, постарайтесь, постарайтесь, чтобы глаз привык к этому, я написал, отличие, в отчаянии, отличие культурных деревьев, а дикоросов, их уродуют, при этом якобы спасая, от самих себя, уродуют, и вот пошли уродства, кто сказал, что под этой самой клещевым веществом, да, кто сказал, что под ним кора не сгниет, вы чем дереву помогли, оно могло, у меня есть деревья, которые за 30 лет, там места живого нет уже, а они плодоносят, я их показывал, не стыдно еще раз показывать, пусть их немного, там 10-20, но они продолжают плодоносить, и я к ним не подходил, а вот после этого уже можно точно сказать, что все теперь там сгниет 100%, как я могу теперь после этого человеку, что ее сейчас надо чистить уже невозможно от этого, уже все дерево пропиталось этим дерьмом, еще пример, вот дерево как возрождается, это человек чересчу спасал, как оно возрождается, вот последний шанс, караул вот отсюда выбросил отобег, лечили его, если бы не намазали, еще бы ничего, потом еще пошло, самая страшная эпопея случилась примерно 20-25 лет назад, на всю страну обрышилась реклама клеилова, сверхлипкий клей, он предназначен ловить мышей, ловить тараканов, его взяли, приспособили для уничтожения деревьев, то есть якобы ловить, муравьев, вот что я вижу, ох, нагляделся, ох, злился, ох, материл хозяев, ой, хаба не мой авторитет, как это самое, потому что, иначе кто бы меня приглашал спасать деревья, попробуйте спасти, ура, погубили сколько этих самых, а что потом было, дерево еще не успело до конца погибнуть, а муравьи уже клей затвердел, лазили, так и лазили, почему, прежде чем оно кончательно погибнется, дерево слабло, и тогда пойдут в ход уже эти самые, уже пойдут в ход тля, значит, на этом месте, раз мы говорим про, вот он, подлейшая вещь на свете, один из самых главных приемов по уничтожению миллионов деревьев, если я столько видел, если реклама была везде, где только возможно, во всех журналах, в газетах, сколько продали этого, тогда, значит, и сегодня, у меня пришлось срочно вот это вот все побегать, сюда заносить, на выбирать, почему, потому что ко мне позвонил один из наших, один из моих близких друзей, магрицев в мемелях, зовут Виталий, он живет на Амуре, вот, он все, вникая в мои дела, он все проверил, и сегодня мне подтвердил, я сказал, Виталий, завтра, после завтра, я включаю громкий звук, я включаю видеокамеру, ну, может, куда-нибудь направлю видеокамеру, хоть на стенку, хоть на экран, вот, и ты мне раз повтори то, что ты сказал, а что он мне сказал, там, где черный пар, у него все деревья были в тле, а черный пар, это отсутствие муравьев, вы это знаете, вот, это у его соседей, он стал наблюдателем, как и я, а у него заложено, а у него по железу, и эти же деревья у него нет, три, и я тут два дня забывал взять с собой аппаратуру в деревне, для того, чтобы еще раз показать, вот, задерненный сад, без, а мне приходится вот так делать, тут просто так поверишь, ты практически нет, ну, редкое исключение, там, не вредит немножко, я все это хотел еще походить, и все это раз показать, потому что вся причина в том, что никто не знает, не понимает, вот, Виталий сейчас знает и понимает, что все это, а у таких бы Виталиев бы миллион, мы бы переломили ситуацию, все это причина, только в ведетской, самой, агротехнике, уничтожение дерна, уничтожение муравьев, все наоборот, поверьте мне, я ведь такими все разными вещами, никогда бы не стал там, просто на зло науке, на зло всем, вот, нельзя бороться с муравьями, надо за ним, за них заботиться, нужно защищать муравейники, вот, страшнейшая ошибка, дикая, невероятная, связать, ну, этих самых, муравьев, строй, напрямую, и назвать муравьев, главными врагами, главных защитников, вот, и не дай бог, сейчас опять повторится, кто-то опять возьмет, купит огромную партию, вот этих вот, этого клея, и опять даст рекламу, по всем каналам, и все, и так это несчастное садоводство, будет до конца загублено, почему, потому что написано, можно, знаете, в инструкции как написано, можно обернуть, допустим, бумагой, на бумагу нанести клей, а можно прям на древесину, кто будет заморачиваться, личное движение делать. Субтитры создавал DimaTorzok